Это еще что за звук был? Просто воздух из слайма выходит, Юми. Но это же было похоже на... Это Холодное Сердце 2, Лизун в виде сердечка. А это Звездные Войны. Из него можно пузыри надувать. Смотрите, надувается. Аньку бомбит. Слайм, Лизун, слайм. Привет, ты на канале Мэджик Пэтс, я Софи. А я Киса Алиса, подписывайся скорее. Нам осталось всего 120 тысяч до 2 миллионов. А у нас тут новый миллион слаймов, и мы будем их распаковывать вместе с Аней, как обычно. А я Эйвен, ставь лайк. Если любишь антистрессы, как мы. А я Юмичу. И пиши комментарии длиннее 4 слов. Такие попадают в ролики. Я Миша, и сегодня на нашем общем семейном канале Мэджик Фэмили вышло такое видео, такое нереальное. Нереальное видео тебе будет очень интересно, потом сходишь и посмотришь. Загляни потом в описание внизу. Мы там оставляем ссылочки на самые интересные штуки. Обязательно потом посмотри, такое увидишь. А теперь погнали. В прошлый раз мы начали с тюбиков. Что там такое в этом слайме? Ну ребят, ну погодите, я пытаюсь достать, тут какие-то фигурки. Покажи, покажи. Да, Ань, покажи, дай посмотреть. Вот, смотрите. А они несъедобные? Да нет. Это такие 4 толстеньких деревянных многоугольничка. А так как слайм голубой, на них нарисованы всякие морские чудики. То есть это типа морской слайм? Ага, смотрите какой он красивый, там внутри еще блестки. Вообще-то он бирюзовый, а не голубой. Да, Юмичу, ты совершенно права. Это не голубой, а все-таки бирюзовый цвет. Слаймик, в принципе, в хорошем состоянии. Он неплохо тянется. И мне очень нравится, что в нем такие красивые блестки. Их так много. И из-за этого он, правда, похож на переливающуюся морскую воду в какой-нибудь лагуне, да? Что-то как-то не очень тянется-то. Ну, вообще-то да, наверное, я с вами согласна. Какой-то он резиноватый. Если слишком сильно растягивать, он все-таки рвется на кусочки, даже несмотря на то, что я нагрела его в руках. Ну, и что тогда будем с ним делать? А, ребят, сразу добавим ваш лизун-гигант или все-таки заблендерим его? Ну, окей, еще один тюбик. Только теперь не морской, а солнечный. И внутри большой желтый слайм. А может быть он золотой? Может быть, сейчас узнаем, как же вечно сложно вытаскивать слаймы из этих тюбиков. Неправда, если они здоровые, то все нормально вытаскивается. Фух, получилось. У нас тут еще тюбики есть, ну что там? Тут все-таки желтый слаймик, а не золотой. В нем прикольные блестки и всякие украшения, сердечки. Но что-то он вообще не растягивается. В отличие от предыдущего, он еще хуже. Странно. Вот именно, это же новые слаймы. Давай его тоже заблендерим с морским. Да уж, видимо, даже новые слаймы в коробках не всегда в нормальном состоянии. В блендер его! А давайте на всякий случай, до того, как будем блендерить, откроем еще один тюбик. Да, Миш, я думаю, мы так и сделаем. Так, еще один тюбик. И у нас тут слаймик огненного такого цвета, с блестками. И что это такое? Ха-ха, сосиска. Эээ, в смысле? Это, Эйвен, настолько испорченный слайм, что он и правда как колбаска, как сарделька. Только посмотрите, он даже не собирается менять форму. Он так и застрял в этой форме и ломается на кусочки, как будто я сосиску ломаю. Да уж. Сардельку в блендер! Но нам нужно их с чем-то смешать. Иначе ничего не изменится и получится опять резиновый слайм. Надо его соединить вон с той банкой. Синий-золотой. Окей. Да уж, посмотрим, что тут у нас. Этот слайм без этикетки. Возможно, он не новый, в отличие от тех трех предыдущих. Но даже если так, он вполне может быть нормальным. И если у нас там в блендере сейчас только резиновые слаймы, этот действительно может спасти ситуацию. Ведь если, по вашей логике, мы замешаем большой и хороший слайм с теми испорченными, из которых, между прочим, голубенький и в более-менее нормальном состоянии, то, скорее всего, у нас что-нибудь да получится. Смотрите, как много в нем блесток. Он очень красивый за счет вот этого сочетания синего и зеленоватого или желтого цвета. Сблендер его! И все-таки нужно что-то еще очень тянучее. Может, вот это голубое яблочко или белый? Нам нужен какой-то очень тянучий лизон. Давайте, правда, попробуем глянуть вот этот вот белоснежный слаймик. И несмотря на то, что на нем нет никакой этикетки, он явно новый, потому что баночка никогда не вскрывалась. Так, посмотрим, что тут нас ждет. Ух ты, какой прикольный, смотрите. Белоснежный лизун, обожаю. Ой, кажется, кажется, он слишком прилипучий. Даже показать вам, я не могу, прилипает к рукам. Отлично, это нам подходит. Да, засовываю его к тем слаймам, смешаем их и получится большой классный лизун. Заблендерим их, давай, погнали. А знаете, ребят, ваша идея очень даже неплохая. И если раньше больные слаймы мы выбрасывали или отделяли, то сейчас мы их можем исправлять при помощи здоровых и в итоге получать немаленькие такие слаймы, которые увеличат размер вашего слайма еще намного. Очень экономичный подход. Только вот, по-моему, наш блендер не очень справляется с этим лизуном. Они слишком резиновые. Надо добавить еще тянучку. Смотри, Айм, вот эту баночку. Думаете, там подходящий слайм? Да-да, давай посмотрим. Если там слайм, который хорошо тянется, он нам подходит. Цвет у него, конечно, странноватый. Какой-то серый, невзрачный, похож на бетон. А по-моему, прикольно бетонный слайм. Такого у нас еще не было. Да, уж, Юмич, у бетонного слайма у нас точно не было. А еще видите, в нем такие мелкие голубенькие частички, как в стиральном порошке. Интересно, как получают такой странный серый цвет лизуна? Без понятия, Миш. Могу понять, как получают белый, а вот как он становится серым, не знаю. Это такой немаленький совсем лизун. Он с мою ладошку, но держать его в руках при этом удобно. Он хорошо растягивается, скручивается, к рукам не прилипает. И вообще, мне кажется, он нам очень подходит. Давай, Аня, улучшим нашу резинку. Посмотрим, что получится из вашей странной идеи. Сначала я ее похвалила, а теперь думаю, не ошибка ли это. Кстати, блендер не очень справляется. Надо периодически доставать лизуна и снова запихивать обратно. Это потому, что у него слишком плотная масса, юно. Ничего себе ты загнул. Но все-таки у нашего мега-блендера получается потихоньку замешивать это слайма тесто. И что из этого получилось? Получился слайм странноватого цвета. Он очень большой и тяжелый, но все-таки он до сих пор недостаточно тянучий. Что же делать-то? Эй, Ван, ты куда? Сейчас я найду, чем исправить ситуацию. Вот, Ань, бери эти. Да, давай добавим Ань к нему еще и вот этих лизунов. А вам не кажется, что это перебор и блендер просто не справится? Ань, слушай, все мы тебе советуем. Ладно, ладно, хорошо, я не буду лезть в ваши эксперименты. Давайте откроем еще два вот этих слайма и добавим их туда. Раз вы так решили, я сопротивляться не буду. Так, ух ты. Какой красивый насыщенный цвет. Как будто это гуашь, а не слайм. Синий, синий такой. Капец, посмотрите. И, по-моему, он слишком-слишком липкий. Я по своему опыту знаю, что лучше даже не пытаться достать эти слаймы, чтобы не запачкать руки. В смысле, после таких липких слаймов очень сложно от них отделаться. Отлично, такой слайм нам подходит. А что в той баночке, где цветной? Как вы так по одному виду баночки умеете отгадывать? Радужный. Ну, мы просто уже профессионалы. Отгадывать, что попадется больной или здоровый слайм. У меня это до сих пор не получается, при том, что сколько просто тысяч лизунов мы уже распаковали. Этот, кстати, другой слайм. Несмотря на то, что тот был испорченный, он как бы полупрозрачный, такой глянцевый. А этот все-таки матовый. Что? Ну, я хочу рассказать. Давай уже их в блендер. Но ребята же должны увидеть, что мы смешиваем. Короче, я так понимаю, эти слаймы называются баттер. Баттер от английского слова масло. То есть, типа, они похожи на масло. Короче, после того, как я его замешала, цвет у него получился более мутный. Ладно, добавляем их к нашему лизунчику. Это еще что за звук был? Просто воздух из слайма выходит, Юми. Но это же было похоже на... Юми Чу. Ладно, не буду говорить, как это называлось. Да, Юми, лучше помолчи. Аня, добавляй еще синий туда. С синим ситуация немножко посложнее. Его надо выговорить так, чтобы не замарать руки. Мне же еще блендер надо включать, иначе я весь этот блендер испачкаю. Кстати, мы ему имя так и не придумали. Прошлый, который умер, у нас был блендер Ваня. А пусть этот будет Даня. Или Петя. Что-то мне эти имена напоминают. Это что, София, намек на Смешилкиных? Даня, Петя. О, смотрите, как он старается и замешивает наше слайма тесто. Что-то мне подсказывает, что цвет у нас дурацкий получился. Сейчас вытащим, замешаем до конца руками и посмотрим. Мне кажется, София, ты не ошибаешься. Ну чё? Вот чё, серый гигант. Он просто огромный, но зато теперь он действительно похож на слайм и тянется. Крутяк, только это не гигант, гигант тут у нас. А этот сделает нашего великана еще больше. Отлично, продолжаем распаковку, откроем лапку. А я за Звездные войны. А я за Холодное сердце. А я за Нинью мороженое. Давайте все по очереди, кто первый? Холодное сердце. Вот с него и начнем, а потом Звездные войны. А потом Нинью. Ну как всегда, ну и ладно, только потом обещайте лапки. Я же говорю, всех по порядку откроем. Итак, это Холодное сердце 2, лизун в виде сердечка. А это Звездные войны, лизун, типа в виде кристалла такой. И это абсолютно новые слаймы, закрытые в упаковке, которые мы даже не открывали. Я думаю, что они будут здоровенькие и красивые, да? Они сейчас красивые. Но это пока не в упаковке. Давай, открывай и посмотрим на них. Самое интересное, что и у слайма Холодное сердце 2, упаковка тоже в виде сердечка. Внутри красный слайм. Странно, что не синий, это же Холодное сердце. Сейчас я его достану. Хм, подозрительно. Посмотрите, слайм не поменял форму. Он как кусочек мармелада. Да что ж такое, нам сегодня не везет. И это при том, что мы открываем не какие-нибудь там самодельные слаймы. Абсолютно новые в упаковках. Вот, пожалуйста, Холодное сердце разделилось на две половинки. Оно просто рвется. Какой же это лизун? Лизун это мармелад. И даже если его нагреваешь и сжимаешь, из него только пенопласт вываливается. Вот и все, видите? Вот тебе и Холодное сердце. Реально холодное. Может так задумано? Нет, я не думаю, что так задумано. Там же написано лизун. А это не лизун, а непонятно что. Придется даже новые слаймы лететь и блендерить. Хоть бы Звездные войны были нормальные. Да уж, это очень разочаровывает. Но я думаю, что Звездные войны-то нормальные же будут, надеюсь. Ох, сейчас посмотрим. Это вот такой вот кристаллика внутри серебряный слайм. Сейчас откроем его. Так, и у нас тут нормальный слайм. Опять покупной новый слайм, как кусок мармелада. И его придется блендерить. Ну и на. Добавляем Звездных войн к Холодному сердцу. Надеюсь, ниндзя слайм со вкусом мороженого нас не подведет. Да, учитывая, что здесь нарисовано мороженое, наверное, у него ванильный вкус. И запах как у мороженого. Слаймик не совсем белый, он такой желтоватый. Из него можно пузыри надувать. Ань, мы никогда не пробовали. Фух, одна радость. Слайм явно в нормальном состоянии пахнет мороженкой, чувствуете? И цветом как мороженое. Вау. Так и хочется из-за этого запаха его скушать. Это точно. Окей, я вам обещала, и я надую из него пузыри. Мы, правда, никогда не экспериментировали и не пробовали надувать из слайма пузырь. И вот сейчас я его и надую, смотрите, надувается. Класс. А, лопнул. Попробуй еще раз. Для этого в слаймах и нужны трубочки обычно. Так, сейчас попробую еще раз. Давай, попробуй побольше пузырь надуть, огромный. Смотрите, получается, реально получается надуть большой пузырь. Ого. Прикольно, мороженые пузыри слайм. А потом его руками так прикольно жамкать и возвращать обратно. Давайте еще раз попробуем еще больше пузырь надуть. Кто ты, так большой получился, а вдруг получится еще больше. Клево. Оказывается, интересно пузыри и слаймов надувать. А мне больше нравится их потом собирать, жамкать и щелкать из-за того, что воздух внутрь попадает и получаются маленькие пузырики. Мы с Мишей так расстроились, как же обидно, да, Эйвен, что звездные ванни и холодное сердце испорченные. Добавляем индию мороженое в блендер. К дарту Вейдеру и холодному сердцу. Опять придется их исправлять, чтобы добавить их в наш гигантский лизун. Ну, а что вы думали? Не всегда все просто, особенно если вы хотите сделать лизун размером с ванную, а потом пытаться раздавить его машины и проводить с ним всякие дикие эксперименты. Конечно же, нужно постараться и набрать очень много слаймов, чтобы... Вот, пожалуйста. Да, что же тут такое-то, а? Только посмотрите, слайм-лапка тоже как кусок желатина, как и холодное сердце, и звездные войны. Ой, ой. Аньку бомбит. А вас что, нет? Обидно. Фух, ладно. Успокойся, Ань, покажи, может мы что-то перепутали? Что мы могли перепутать? Посмотрите, это лапка. Слайм-лапка. Слайм. Лизун. Слайм. А лизун это что? Это то, что тянется. Это то, что можно растягивать. Это антистресс. А это что такое? Это, это, я не знаю, что это такое. Это испорченный лизун. Вот сейчас посмотрим, во второй лапке то же самое, вот то же самое там или там нормальное. Вот, смотрите, это лизун. Вот это лизун, я понимаю, вот он вытаскивается, вот он растягивается. Кстати, он черного цвета, с блестками. Вот это называется лизун, да, может быть он не идеальный, но он тянется, и можно антистресситься. В нем, кстати, такие голубенькие зеленые блесточки в черном слайме. Вообще, я обожаю вот слаймы, которые такие черные или белые, необычного какого-то цвета. Но это все-таки слайм, и значит, в этих лапках обычно в норме должен быть слайм, а не какой-то там сквиш или кусок мармелада. Хотя этот черный тоже рвется, все-таки склонен он к резиновости, хоть и скручивается неплохо. Ну что ж, значит, добавляю его в наш блендер опять. Придется все это нам замешать. Но чтобы это замешать, нам нужно добавить туда здоровые лизуны. А это, между прочим, самодельные слаймы. Я так разнервничалась, что мы открываем абсолютно новые упаковочные лизуны, а в них попадаются какие-то испорченные слаймы. Люди же деньги на это тратят, да что ж такое. Вот, пожалуйста, розовый лизун, хоть и самодельный, хоть и... Да, похоже, он тоже, похоже, он тоже неисправен. Так, по-моему, мне нужно сейчас пойти и успокоиться. Просто сегодня не очень удачный день. Зато он красивый, и он поможет предыдущим испорченным слаймам стать нормальными, добавляя его в блендер. Распаковка нового миллиона слаймов идет не по плану. Это точно, но когда ты распаковываешь слаймы, сделанные своими руками, диайвай лизуны, то ты так не нервничаешь, чем когда ты открываешь слаймы в новых упаковках, в новых банках, которые должны быть хорошими. Фух, неужели напопался нормальный слайм? Ладно, не нервничай ты так, надо просто продолжить нашу распаковку в следующий день, раз сегодня что-то пошло не так. Тем более мы сегодня уже достаточно распаковали, мы еще тут поковыряемся и найдем хорошие лизуны. И тем более это не портит нашу идею увеличения лизуна-гиганта. А ребята пусть пока что идут и смотрят новые ролики на нашем канале Magic Family и других. А мы все равно распакуем все слаймы и каждый раз будем показывать, что нашли. И все-таки добьемся того, чтобы сделать лизун-гигант. Ну, хотя, да, вы правы, нервничать бесполезно. Слайми, кстати, хорошие, а на наших других каналах вышли ролики, так что, ребятки, идите их и смотрите. Ссылочки будут в описании, там очень много всего классного. А мы в следующий раз доблендерим эту штуку и продолжим нашу мега распаковку миллиона слаймов.